Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Рейллип.ру. ХТТП Рейллип.ру. Все книги автора. ХТТП Рейллип.ру. Аутхар Иванов Вячеслав ХТМЛ. Эта же книга в других форматах. ХТТП Рейллип.ру. Бак Иванов Вячеслав Вагнер и Дионисова Действа ХТМЛ. Приятного чтения. И, Вагнер, второй, после Бетховена, зачинатель нового дионисийского творчества и первый предтеча вселенского мифотворчества. Зачинателю не дано быть завершителем, и предтеча должен умоляться. Теоретик Вагнер уже прозревал дионисийскую стихию возрождающейся трагедии, уже называл Дионисово имя. Общины художников, делателей одного совместного синтетического дела, действа, были, в мысли его, поистине общинами ремесленников Диониса. Мирообъятный замысел его жизни, его великое дерзновение поистине были внушением Дионисовым. Над темным океаном симфонии Вагнер-чародей разострал сквозное злототканное марево-аполлинийского сна, мифа. Но он видел Бога еще в пылающей купине и не мог осознаться ясно на распутьях богодейства и богоборства. Ницше был аароном этого Моисея гордой и слишком человеческой воли. Он мог повелевать скалом, но он ударял по ним жезлом. И он блуждал сорок лет, и только вдалих увидел обетованную землю. Уже он созывал на праздник и тайна действия. Но это были еще только праздничные священные зрелища, еще не мистический хоровод. 2. Воскрешая древнюю трагедию, Вагнер должен был уяснить себе значение исконного хора. Он сделал хором своей музыкальной драмы, оркестр. И как из хорового служения возникает лицедейство участи героической, так из лона оркестровой симфонии выступает у него драматическое действие. Итак, хор был для него уже не идеальный зритель, а поистине диферамбическая предпосылка и дионисийская основа драмы. Как хор Титанов нес у исхила действия Прометея Освобожденного, так многоустая и все же немая воля поет у Вагнера бессловесным хором музыкальных орудий глубинные первоосновы того, что в ополлинийском сновидении сцены приемлет, в обособившихся героях, человеческий лик и говорит человеческим словом. Собравшаяся толпа мистически приобщается к стихийным голосам симфонии. И поскольку мы приходим в святилище Вагнера и творить, не только созерцать, мы становимся идеальными молекулами оргийной жизни оркестра. Мы уже активны, но активны потенциально и латентно. Хор Вагнеровой драмы – хор сокровенный. 3. Таков ли должен быть диферамбический хор грядущей мистерии? Нет. Как и в древности, в пору рождения трагедии из духа музыки, толпа должна плясать и петь, ритмически двигаться и славить Бога словом. Она будет отныне бороться за свое человеческое обличие и самоутверждение в хоровом действии. Как в девятой симфонии, ныне немые инструменты усиливаются заговорить, напрягаются вымолвить искомые и несказанные. Как в девятой симфонии, человеческий голос, один, скажет слово. Хор должен быть освобожден и восстановлен сполна в своем древнем полноправии. Без него нет общего действа, и зрелище преобладает. Из мусики иской оргии должны возникать просветы человеческого сознания и соборного слова в ясных, хоровых и хороводных песнопениях. А протагонисту дело, говорить, не петь. Бесконечная монодия, это последнее наследие оперных условностей, будет преодолена. Эллинская форма, единая верная, восторжествует опять углубленной и обогащенной орудийной симфонией, всевызывающей, всеобъемлющей и несущей на широких валах своей темной пучины. Через святилища Греции ведет путь к той мистерии, которая стекшаяся на зрелище толпа притворит в истинных причастников действа, в живое Дианисово тело. Но Вагнер был только «зачинатель». Аполлонова зрительное и личное начало одержало верх в его творчестве, потому что его хор был лишь первозданным хаосом и не мог действенно противопоставить самоутверждению героев личностей свое еще темное и только страдательное самоутверждение. 4. Внезапно человеческий голос в девятой симфонии выводит нас из темного леса орудийных гармоний на солнечную прогалину самосознания ясно прозвучавшим призывом. Братья, не эти звуки. Иные заведем песни, приятней и радостней. Тогда, говорит Вагнер, словно свет родился в хаосе, рухнул хор, прорвавшись светлым потоком. Радость, искра солнц небесных, дочь прекрасной стороны. Если мы представим себе хор этой симфонии, затопившей площадь, уготованную для действа, в венках и светлых волнах торжественных одежд и в ритмическом движении хоровода радости, если представим себе возникновение человеческого голоса и образа, в лице хора и лице трагического актера, из лона инструментальной музыки таким, каковым оно намечается в своих возможностях девятой симфонией, мы убедимся, как велик недочет в Вагнеровом осуществлении им же самим установленной формулы синтетического искусства музыкальной драмы. В живой круговой пляске искусств еще нет места самой пляски, как нет места речи трагика. Изотчий, чьей задачей Вагнер положил строение нового театра, еще не смеет создать, в сердцевине подковой сидений, круглые орхестры для танца и песнопений хора, двойственного хора являющихся нам в мечте действ. Хора малого, непосредственно связанного с драмой, и хора расширенного, хора общины. Мост между сценой и зрителем еще не переброшен, двумя сходами, 960-940-961-959-948-959-953. Чрез полость невидимого оркестра из царства Аполлоновых снов в область Диониса, в принадлежащую соборной общине орхестру. Борьба за демократический идеал синтетического действия, который мы хотим и которую мы предвидим, есть борьба за орхестру и за соборное слово. Если всенародное искусство хочет быть и теоргическим, оно должно иметь орган хорового слова. И формы всенародного голосования внешние мертвы, если не найдут своего идеального фокуса и оправдания в соборном голосе орхестры. В Исхиловой трагедии и в комедии Аристофана орхестра утверждалась и как мирская сходка. И ею были живы советы Реопага и гражданская вечепникса. 1905. Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Рейллипру. ХТТП Рейллипру. Оставить отзыв о книге. ХТТП Рейллипру. Соммент Иванов Вячеслав Вагнер и Дианисова. Действо ХТМЛ. Все книги автора. ХТТП Рейллипру. Аутхар Иванов Вячеслав ХТМЛ.